Доброе утро! Там стало очень напряженно, и каждую ночь, вот несколько этих дней, ситуация накалялась. Еще вчера ночью мы с Вадимом делали спецэфиры, говорили с очевидцами событий, но вот уже сегодня с утра, судя по всему, требования протестующих, которые были выдвинуты, они удовлетворены. Ну, закон, по крайней мере, так объявили, что закон об иностранных агентах, который как раз стал причиной всех этих протестов, он будет отменен. Как вы смотрите вообще на всю эту историю и на ее такую довольно быструю развязку? Ну, во-первых, мне кажется, что то решение, которое приняли грузинские власти, оно для них в данной ситуации оптимально. Потому что, в противном случае, пришлось бы ужесточать репрессивное действие. Это вызвало, могло вызвать еще больше прилив негативизма, и история пошла бы развиваться по сценарию Майдана. И они это очень хорошо понимали. Теперь, я думаю, они сбросили градус, и теперь потихонечку, согласившись, не со всеми требованиями протестующих, потому что, в общем, они и требования у уличной публики, слишком сложных, многомерных, обдуманных требований нет. Там всегда или да, или нет. Отмените этот закон. Но им скажут, что да, отменили. И потом потихоньку, убрав лидеров, нейтрализовав ИЛИС, лишив их доступа к каким-то ресурсам, потихоньку будут пытаться вернуться назад. Ошибка, которую совершили грузинские власти, которые, естественно, действовали в интересах Москвы, которая их подкармливает, она заключается в том, что они слишком резко стали действовать. Путин страну кастрировал очень медленно, в течение 20 лет. Он отрезал, отрезал, отрезал по кусочку. Сначала шорстку у собачки подстриг, потом вколол ей какое-то там обезболивающее, потом хвостик отрезал, потом ушки, а потом шкуру уже снимает вот сейчас, превращая эту собаку в боевого слона, который обезуривший прет куда-то там. У Грузии не было такого долгосрочного плана действий, у Грузии было меньше времени. И, что самое главное, грузинские начальники были, с точки зрения Путина, виноваты в том, что не уничтожили полностью некоторую многомерность государства. Государственные институты, например, премьер-министры, победившие партии, это одна история, а президент, роли которой мы, кстати, не ощутили, но она есть. Президент существует. И вот эту идею возвращения в московское стойло мадам президент не поддерживает. И не только она, у нее есть сторонники. То есть, принципиальное отличие от путинской модели и то, что приближает с украинской моделью, заключается в том, что в Грузии есть альтернативные элиты. Или, как говорят, контр-элита. То есть, та, которая может предложить другую повестку дня. Вот, если такие элиты, контр-элиты, ну, я знаю, что людям не нравится термин элита, потому что, ну, что там за элита, в общем, там сплошные гады сидят. Элиты – это политологический термин, который, можно назвать так, начальники. Это те люди, от решения которых зависит судьба страны. А вовсе не самые лучшие, самые породистые и так далее. Товарищ Сталин был в терминах теории элит, элитой, Товарищ Хрущев, элитой Советского Союза. Грузинские элиты не были подстрижены под ноль. Они были разные, они конкурирующие. И именно поэтому уличные протесты возымели действия. Тогда контр-элиты нет, уличные протесты уничтожаются по щелчку пальцев, потому что силовики абсолютно лояльны тому человеку, который возглавляет государство. Силовики – люди простые. Когда есть элита, они думают, и когда у этих контр-элит есть какой-то шанс победить, они думают, вот если победят те, то меня уволят или посадят, или обвинят в военных выступлениях. Если эти победят, ну, может быть, меня поддержат, а может быть и нет. Поэтому я лучше постою в сторонке и не буду, засучив рукава, ковыряться в этом кровавом месе. Ну, примерно такая логика. То есть, конечно, какие-то люди с ружьями могут в это дело вмешаться, но армия там и крупные силовые структуры стараются не пачкаться. Когда такого нет, вся доблестная белорусская полиция с удовольствием месит вот этих людей, которые вышли против того, чтобы Лукашенко, грубо фальсифицировав выборы, в очередной раз продлил свой президентский, в кавычках, срок. Вышли на улицу, получили, ушли с улицы. Силовики с чувством глубокого удовлетворения расходятся по домам, получают там лычки, прибавки к зарплате и так далее. И у Путина то же самое. А в Грузии не так. И в Украине было не так. Поэтому в 1991 году, когда в России в ЦК партии был раскол элит, народные протесты увенчались тем, что Советский Союз развалился, а в 2011, в 2021, в 2023 никакие уличные демонстрации в России ни к чему не приведут. Их просто разгонят, загонят и еще посадят. Вот, собственно, и все. А в Грузии сработало. Потому что, в отличие от структур КГБ, ФСБ, на которые опирался Путин, там заранее всех элитных граждан, которые способны приложить какую-то альтернативную повестку дня, не истребили. С точки зрения Путина это была ошибка. Значит, сейчас вот те господа, которые контролируют реальную политику, передохнут немножко и будут пытаться убрать, изолировать, выдавить из страны, может быть, убить, как господина Саакашвили, тех людей, которые могли бы выступать знаменем, идеологом, влиятельным персонажем во главе протеста. Вот, если удастся им это сделать, то Грузия станет чем-то в маленькой России. Или, ну, скажем, еще недавно демократической Туркмении, условно говоря. Не удастся, ну, значит, тогда она останется в тяжелом состоянии, но демократическом состоянии, которое можно сравнить, там, с Молдовой, с Украиной, с каким-то еще освободившимися от такого авторитарно-тоталитарного гнета территориями. Со странами Балтии, например. Где тоже есть куча своих проблем, и там постоянные разборки между разными конкурирующими политическими структурами. Но зато там точно невозможно вот этот тотальный контроль над страной, который хотели установить товарищей из путинского окружения. Ну, вот у меня, например, такой комментарий по этой истории. Посмотрим, что будет дальше на самом-то деле. Я думаю, что сейчас там начнутся внутриэлитные разборки, переговоры, покупки, продажи, угрозы, ну и так далее. Все то, что сопровождает политику. Ну, вот нередко говорят о том, что Грузия пыталась усидеть как бы на двух стульях, не присоединяясь к санкциям против России. Но при этом антироссийские настроения, как мы можем видеть, они там очень сильны, по крайней мере, среди тех, кто выходил на улицы. Вот важно ли Владимиру Путину сохранить свое влияние там? И вообще, как это возможно сейчас? С какой стороны это возможно? Ну, во-первых, конечно, очень важно. Потому что Путин, и главное, что он даже не персонально Путин, а вот та структура, которая за ним стоит, это сословия чекистов, которые являются выгодоприобретателями. Они совершенно, может, они даже об этом не думают, но они инстинктивно восстанавливают страну, где они были привилегированным сословием и собственником страны, и собственником населения. Партийная номенклатура была ничем не ограниченным собственником Советского Союза. При этом, конечно, рассказывая людям, что это все во имя человека, и какие там еще были формулы. Многие в это верят, но это как бы факт личной биографии. На самом деле, собственность определяется тем, имеешь ты возможность управлять, отчуждать, эксплуатировать ту или иную материальную часть. Ну, вот, как будто бы советский народ мог распоряжаться норникелем или там какой-нибудь там нефтью. А кто ей распоряжался? Распоряжалась та самая элита, которая продавала эту нефть, получала прибыль от этой нефти, распределяла эту прибыль так, как считала правильным. на поддержку Сирии, там, Вьетнама, какого-нибудь свободолюбивого движения в Латинской Америке, на поддержку войны, на захват Афганистана и немножко трудящимся, чтобы они уж совсем не голодали, были довольны. Слава Богу, трудящиеся у нас сильно много не требуют. Привыкли жить небогато. Ну, так вот, эта самая группа товарищей, почистив российскую экономику, я, собственно, почему это говорю, потому что я с ними общался, и вот у них такая картинка, что, конечно, экономика должна быть рыночной, то есть, для того, что она более эффективная, чем плановая, советская, там, конечно, должна быть частная собственность, но при этом все должно быть у нас под контролем. Вот логика примерно такая. Собственно, они такую конструкцию построили. Есть, вроде как, частный бизнес нефтяной, контролирует его господин Сечин, а газовый частный бизнес контролирует господин Миллер. А когда этот частный бизнес контролирует Ходорковский или Газпром без Миллера, без представителя КГБ, ФСБ, то это неправильно. Надо отобрать, перешить, выгнать прежнего хозяина, который все это организовал, и отдать своим людям. Ну вот, в рамках этой концепции, конечно, чем шире пространство, которое контролирует эту группу товарищей, тем больше шерсти с этого пространства можно состричь. Это первое. И тем величественнее они в своих глазах принимают как собиратели земель русских. Это во вторых. Именно этой логикой объясняется нападение на Украину. Это наша территория, это наша зона влияния. Мы должны этой территорией владеть. Именно в этой логике они видят весь мир и все, что происходит вокруг. Они всерьез понимают реальную политику как игру спецслужб. Поэтому, когда Украина решила большинством своего населения двигаться в сторону Европы, они это отбрасывают как праздное сотрясение воздуха со стороны дурачков, которые не понимают, как на самом деле устроено. А на самом деле они уверены, уверены, совершенно искренне, что это все организовало ЦРУ и еще кто-то, какие-то силовые структуры в Вашингтоне. Они в это верят. И это для них поражение. Обидное и оскорбительное поражение. И это поражение надо компенсировать, надо выгнать этих самых американцев и взять эту территорию под свой контроль. У них ни секунды нет соображения о том, что может быть это надо людям, что может быть европейский вариант больше нравится украинцам. В Грабоне видали этих украинцев, в Грабоне видали эту украинскую государственность. Это их зона контроля, это их частная собственность. И они готовы за нее воевать, щедро проливая кровь лопоухих патриотов с одной стороны и украинских защитников с другой стороны. К счастью, им это победить, по-видимому, не удается и не удастся. Но вот эта логика, которая сидит в их голове, ее просто надо понимать. И Грузия то же самое. Грузия это их задний двор. И они думают, что если мы не возьмем Грузию под себя, то под себя ее возьмут Соединенные Штаты. А может быть Турция. Вот они мыслят этими категориями 19 века. О том, что у грузин могут быть какие-то свои представления, могут быть свои какие-то мечты. У большинства. И в том, что они имеют право на какую-то там свою территорию или свое территориальное развитие. Нет, нет. Насчет этого они не заблуждаются. Ах, оставьте это для ваших демократических газеток и журналов. Они-то знают, как на самом деле устроена жизнь. На самом деле, вот кто пришел, твердой ногой встал, наладил контроль, а как там дальше, уже не важно. Фишка в том, что эти товарищи умеют завоевывать территории, но не умеют их развивать. Поэтому у Прибалтика, или, как сейчас корректнее принято говорить, Балтия, это очень хорошо понимает на своем опыте. Когда товарищ Сталин оттяпал у Финляндии южную самую развитую территорию, в рамках вот этой концепции, это же были лучшие земли Финляндии. Выборг, там, выход в море и так далее. А Финляндия отступила к северу, вынуждена была, перед 200-миллионным Советским Союзом с 3,5-миллионами населения Финляндии особенно не повоюешь. Тем не менее, она мужественно сопротивлялась целых там 3 с лишним месяца. Что-то уступила, проиграла, но осталась менее развитая, более северная территория под контролем свободной страны. Прошло два поколения, и что стало с Карелией, которую завоевал товарищ Сталин? Она превратилась в такую среднюю убитую российскую провинцию. С плохими дорогами, с довольно скверными, в том числе завоеванными у Финляндии, коттеджиками, таких середины 20-го века. А что произошло с Финляндией? Она стала одной из ведущих европейских экономик, Nokia, технология очень высокого уровня дорожная сеть, очень высокого уровня экология, очень высокого уровня медицинское обеспечение. Да, естественно, тоже не без проблем, но мы же видим разницу в территориальном развитии. Ну так вот, об этом эти уважаемые товарищи не размышляют. Им важен политический контроль, в скобках, собственность над той самой территорией. И вот Грузия, с их точки зрения, когда была руководима Саакашвили, вывернулась из-под их контроля. Поэтому Саакашвили надо убить, а территорию надо вернуть. Вот и вся их задача. Но, поскольку они не дураки, они понимают, что прямо там посадить какого-нибудь товарища Мужжаванадзе, которого назначают из Москвы, не очень правильно. А надо найти какого-то человека, который вроде как демократически избран, но помочь ему избраться деньгами, там, политтехнологами, информационными ресурсами, чем угодно, а потом держать его очень плотно связанным с пеленотом в зависимости от финансирования, в зависимости от инфильтрации своих собственных агентов влияния в грузинскую политическую юриду и так далее. Вот это та самая проблема, в которой сейчас живет, скажем, Балтия. С той разницей, что большие начальники на Лубянке, насколько я могу судить из разговоров с ним, когда они со мной еще разговаривают, они говорят, ну, вот, ладно, Прибалтика, отрезанный ломать. Они западенцы, они пусть черт с ними, в общем, это не наша зона. Да, конечно, там эти рассказывали стихи, что наши Миги будут в Риге и так далее, но вот они как-то с этим примирились. НАТО, там, в общем, как они там говорят, все равно, что свинью стричь, визга много, шерсти мало. Короче говоря, Прибалтику они ментально вычли из сферы своего влияния. А Грузию нет. Вот Грузия, это так просто, они ее не уступят. Не знаю, как с Молдовой. И с Украиной, конечно, тоже. Самое главное, это вот то, что происходит с Украиной. Ну вот, говоря о форме влияния на власть, вопрос от нашего зрителя, я обещала его вам переадресовать, и процитирую его как есть. Он пишет, вам не кажется, что это ненормально, когда незначительная, но боевая, по его мнению, часть общества может давить на избранные органы власти? Просто большевизм в чистом виде. Вот, как бы вы могли это прокомментировать, Дмитрий Борисович? Вы знаете, понятие нормальности, это зависит от понятия самоочевидности. А самоочевидность зависит от устройства очей. А лучше нам формируется культура. Политику всегда делает меньшинство. Президент это один человек. А страна это, есть Соединенные Штаты, 340 почти уже миллионов человек. Вот они выбрали. Причем выбрали почти пополам. А половина страны голосовала за Трампа. Немножко меньше половины. На 2-3 миллиона. Это нормально, когда старый 80-летний дед принимает решение, которым подчиняется огромная страна в 330-340 миллионов человек. Есть люди, которые считают, что нет, ненормально. Этого деда надо гнать. У него синильные тенденции. И вообще, как говорит Трамп, я бы решил проблему с Украиной за один день. Заставив Украину отдать кусок своей территории Путину с тем, чтобы он успокоился. Трамп сказал так, но в телевизоре последнюю фразу отрезали. Нормально это или ненормально? Мы привыкли, и нам кажется, нормально. Потому что выбрали, проголосовали. Выбрали грузины своего начальника или своих начальников. Нормально. Принимают эти начальники решения? Нормально. А если эти решения не удовлетворяют влиятельную, значительную часть, и мы не знаем, какую, меньшинство или большинство, ведь референдумы не проводили. А если бы проводили, то у нас были бы вполне обоснованные основания сомневаться, потому что иванишвилиевская власть, она, в общем, не слишком склонна соблюдать дух и букву закона. Так что говорить о том, меньшинство или большинство, это вопрос оценочный. Когда в Соединенных Штатах были протесты против войны во Вьетнаме, Ричард Никсон говорил, помните, вы, наверное, не помните, а я помню, вот это крикливое меньшинство навязывает Соединенным Штатам тот нарратив, который молчаливому большинству чушь. Молчаливое большинство, полагал Никсон, поддерживает войну во Вьетнаме, окрикливое меньшинство не поддерживает. Это нормально? Спрашиваю я уважаемого слушателя. Так что вопрос в следующем. Это меньшинство, а может быть, не меньшинство, может быть, оно представляет интересы большей части грузин, которые не хотели бы вот так отчетливо идти от закона, разработанной в Кремле. Нам же понятно, что закон об иностранных агентах, это не копия американского закона, как нам рассказывают, это копия московского, Кремлевского закона. И цель его как раз заткнуть тех людей, которые способны противостоять. Так что решать, кто большинство, кто меньшинство, не имея объективных результатов социологических опросов или голосования, мы не можем. Но в соответствии с законами люди имеют право протестовать. Штурмовать знания парламента они не имеют права. И это всегдашний компромисс между реальностью и правилами. Конечно, это не по правилам. И, конечно, штурм Конгресса в Соединенных Штатах тоже был не по правилам. И здесь ровно то же самое. Тем не менее, начальники в грузинском руководстве приняли решение, что для того, чтобы избежать кровопролития, давайте мы отодвинем это решение. Нормально это или ненормально решать, прости господи, грузину на следующих выборах. Так же, как нормально или ненормально, когда Майдан смещает, выгоняет господина Януковича, это решать украинцам. Идеально было бы, если бы они Януковича не выгнали, а прокатили на законных следующих выборах. Но насколько они и насколько я, например, понимают логику политики, если бы Януковича тогда не выгнали за оставшиеся несколько месяцев до выборов, он бы с помощью кремлевских политтехнологов изолировал своих противников, купил кого-то там, кто послабее, фальсифицировал результаты выборов и так далее. Так что рассуждать о том, правильно или неправильно, это удел теоретических наблюдателей. Я к этим людям как раз принадлежу и мой вывод простой. Идеального решения не бывает. Меньшинство, активное меньшинство, часто формирует повестку дня. Собственно, не всегда, не часто, а почти всегда формирует повестку дня. И жаловаться на то, что меньшинство навязывает свою власть довольно неразумно, потому, что у действующей власти есть законные способы удержания контроля. Полиция, например, те же самые водометы, тот же самый горчичный или какой-то там еще газ. Они имеют право это использовать, когда идет штурм государственных учреждений. Вот здесь власть абсолютно в своем праве. Но эта же самая власть принимает для себя решение можно эту толпу разогнать с помощью полицейских дубинок или надо стрелять из пулеметов. И вот здесь решается нормально или ненормально. Когда Михаил Сергеевич Горбачев дал приказ прекратить в Грузии избиение протестующих граждан саперными лопатками и возложил вину на Родионова, это было нормально или ненормально. Тогда тот же Горбачев отказался завоевывать Вильнюс. Там убили несколько человек во время штурма телецентра. И можно было его продолжить и можно было подтянуть туда полк десантников и решить вопрос, как говорят силовики. Горбачев на это не пошел. Его за это силовики презирают. Ему вывешивают литовцы обвинение в том, что это из-за него прошел какой-то там штурм. я скажу, что это он не позволил этому штурму превратиться в просто полную оккупацию повторную. Потому, что он взвесил, как он понимал, нормально и ненормально и решил, что в кровище он пачкаться не хочет. В большой кровище. При этом он пролил или его люди пролили маленькую кровище. Нормально или ненормально. Поэтому это, мне кажется, не конструктивный разговор. Вот местные грузинские начальники решили, что лучше идти на переговоры с этой группой, которая штурмует помещение. Я думаю, что это правильно. Я думаю, что это правильно и для них, для начальников, и для Грузии. А теперь вопрос, как они договорятся, перекупят ли они лидеров протеста, напугают ли они этих лидеров протеста. В общем, короче говоря, технология круглого стола имени Леха Валенса лучше технологии саперной лопатки, которая разрыбает башку пополам. Тем более, что есть сообщение, что, вероятно, протесты все-таки будут продолжены, не знаю, с той же силой, но, по крайней мере, пишут о том, что оппозиционная грузинская партия объявила, что продолжит протест, несмотря на этот отзыв законопроекта, оппозиционеры заявляют, что им нужна ясность по поводу процедуры отзыва, и также они требуют освобождения задержанных. Но будем следить за развитием событий. Вот вопросы, кстати, Панфилова задает вам вопрос про выборы. Ну, не знаю, Элла уж или нет, но с таким ником наша зрительница спрашивает у вас, Дмитрий Борисович, можно ли что-то сделать с ополитичностью молодежи, вероятно, имея в виду Россию. Когда-то студенты были большой движущей силой, но если институты выборов будут работать, молодежь заинтересуется выборами? Спасибо. Вот такой вопрос. Ну, во-первых, Элла Александровна, уважаемая, институты выборов работать не будут, и это прекрасно знаете. В общем, это, конечно, катастрофа, потому что Путин уничтожил все государственные институции в России. Поэтому Россия, с моей точки зрения, перестает быть государством. И начинает быть вожденством. Вожденство, это когда все определяет один человек. Это такая термин из средних веков. Вот Кадыров, он вождь. Попробуй против него там. Какие против него могут быть, скажем, конституционные, юридические, еще какие-то нормы? Да никаких. Он вождь. И Путин тоже вождь. И Сталин тоже вождь. А 20 лет назад Россия была государством. Вот эту государственность Путин уничтожил, включая систему выборов, включая систему свободного формирования политических, независимых от Кремля, партии. Включая право издавать свои собственные средства массовой информации на свои собственные деньги, что прописано в Конституции. Включая право выходить с мирным протестом на улицу. Включая право пользоваться свободным доступом к информационным ресурсам. Мы же видим все. И цензуру, и отсутствие свободного суда, и запрет на средства массовой информации, и все шире и шире разворачивающийся каток репрессий. Все это мы видим. Поэтому вопрос, почему молодежь пассивно в нынешней России просто и не стоит. А почему пассивно молодежь в Северной Корее? Вот, когда ты живешь в свободной стране, тебе кажется непонятным и немыслимым, как так нужно. А когда ты живешь в несвободной стране, для тебя вот именно так очевидно, что очевидно прямо противоположное. А как еще нужно? Вот в советские времена, в 68-м году, когда Советский Союз ощутил угрозу своим священным и неприкосновенным рубежам со стороны Чехословакии, были туда введены танки. Как говорил Галич, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. На площадь вышло по-моему семь или восемь человек. Знак протеста, имею в виду на Красную площадь. Их посадили примерно на семь лет. Такие были в среднем приговоры. Кстати говоря, сейчас Илью Яшину посадили на восемь. Навального, если мне память не изменяет, на девять и так далее. Сейчас мы твердо знаем, что как минимум 20-25 миллионов человек в России против войны. Но у них нет ни газеты, ни средств, где они могли бы высказаться. Если они выйдут на улицу, их грубо говоря посадят. Что и забьют, это может еще полбеды, но лишат места работы, лишат карьеры и так далее. И это самая молодежь понимает прекрасно. Поэтому те, кто поактивнее, они идут к диссидентскому пути и садятся. Или уезжают из страны. Или в большинстве случаев забиваются под лавку. Протест, в том числе молодежный протест, это роскошное привилегия свободной страны. В Соединенных Штатах может молодежь протестовать против войны во Вьетнаме или за Black Lives Matter. Lives, по-моему, жизни черных людей имеют значение. В несвободной стране правильно власть действует или неправильно, такая даже мысль не стоит, потому что власть может действовать только правильно. И у человека в мозгах умирает та зона, которая отвечает за самостоятельные выборы политических решений. Человек самостоятельно выбирает только стратегию выживания. Где найти еду, как накормить детей, как сохранить работу, как бы устроиться так, чтобы поменять одну квартирку на другую квартирку, где на 3 квадратных метра больше, как встроиться в очередь на телефон, ну и так далее. И это единственная зона его персональной ответственности. Политика это совершенно не его сфера ответственности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в той модели, которую Владимир Путин аккуратненько предложил, навязал, обеспечил для России, места для протестов нет. Есть место для комсомола. И если вы хотите строить карьеру, вступайте в комсомол. Это стратегия узкого горлышка. Ты должен продемонстрировать лояльность, или ты потенциальный диссидент, и ничего у тебя не получится. Еще раз, со стороны глядя, кажется невозможно. Ну как же так, ты же можешь выйти и сказать я против. Нет, уже не можешь. И стоит немножко пожить в той политической модели, которую построил Путин, и ты начинаешь это понимать очень-очень хорошо. А извне кажется непонятным, кажется невозможным. Пока эта система не разобьет себе лоб в кровь, а бетонную стенку материальной необходимости, а стенку довольно успешно строит Европейский Союз, Соединенные Штаты, НАТО и Украина, конечно, вот пока об эту бетонную стенку лоб не будет расшиблен и мозги через уши не брызнут, эта система будет людей сгребать, бросать в печку, в мясорубку и докладывать о победоносном подъеме с колен. И единственное, что можно сделать, это вывернуться из этой мясорубки. Вот тут сохраняется еще личная свобода убежать за границу бабушки в деревню к любимой девушке куда-нибудь от мобилизации спрятаться. Вот это единственная твоя личная свобода, которая оставляет эту систему. Все остальное тотально обложено. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев, может быть, год, когда экономика резко пойдет под горку, когда у молодежи появится острое ощущение, оно еще не появилось, это тоже надо понимать, острое ощущение тупика впереди, не только в смысле обязательного попадания в мясорубку, но и в смысле отсутствия каких-либо перспектив профессионального еще какого-то роста. Тогда молодежь будет сопротивляться не выходам на улицу, она будет утекать, она будет бежать, она будет уезжать и я думаю, что было бы дальновидно для европейских стран открыть им эту форточку, потому что они бы получили задешево. Квалифицированную молодую, мотивированную рабочую силу, которая была бы готова работать на интересы Запада, а не на интерес России. Но при этом, конечно, молодежь-то разная, то есть наверняка останутся там люди, которые будут надеяться сделать карьеру в рамках вот этих комсомольских возможностей. Так в свое время ее делал там Чубайс, Гайдар, Ходорковский, Петр Авен и все остальные. Они же были тоже члены советской модели. Как только чуть-чуть стало посвободнее с этой моделью, так она посыпалась. Вот это надо понимать, что эта система держится только если очень жестко контролируется и очень сильно подморожена. стоит ее чуть-чуть разморозить, как она течет. Поэтому претензии к молодежи можно их предъявлять, но мне кажется это неразумно. Она живет в тех условиях, каких живет. И поэтому понятно, что власть будет дальше замораживать, замораживать и замораживать. А те, у кого остались мозги и способность, решительность к самостоятельным действиям, будут из этой системы стараться улизнуть. Собственно говоря, этот процесс мы и видим. В прошлом году миллион человек улизнули на тот свет. На тот свет главным образом. В позапрошлом году улизнули. Ну, тогда по случаю ковида, а в 22-м году по случаю мобилизации. И так и будет Россия понемножечку кровоточить, терять мозги, будущее и все остальное. Но зато путинская корпорация будет чувствовать себя хорошо. Потому что страна-то богатая, на их долю хватит. Вот сейчас очередные массовые российские атаки по Украине и снова сообщают и о взрывах в Киеве, в том числе и уже публикуют кадры. Залужный сообщил о том, что этой ночью был пуск, 81 запуск ракет разного базирования по Украине со стороны России. И, как мы видим, в направлении Бахмута вероятно все-таки удастся Кремлю получить желаемое, если это действительно желаемое. Но так по крайней мере пишут исследователи, в том числе американские эксперты. Но что дальше? Вот что дальше для Путина в Украине? С моей точки зрения Путин сейчас находится в крайне узком коридоре возможностей. Если маленький город, который называется Бахмута, не совсем маленький, в мирное время там было 70 тысяч населения, это примерно как Выборг в России. Таких городов десятки и сотни. Этот город штурмует уже 9, по-моему, месяцев. За год доблестная путинская армия продвинулась в районе Донецка, ну, я не знаю, 20, может быть, 30 километров. Назвать это победоносным маршем может только Скобеева. Всем понятно, что армия буксует. Всем понятно, что армия даже не в силах решить поставленную Путином задачу выхода на административные границы Донецкой области. И всем понятно, что дальше будет хуже, потому что Запад внутри себя переструктурировался, перестал так страшно бояться ядерного удара и всех этих красных линий. И так или иначе в ближайшие месяцы Украины будет появляться все больше новых вооружений и новых квалифицированных или старых, но переученных квалифицированных военнослужащих. И военные перспективы мягко говоря непобедоносны. Значит у Путина остается один вариант продемонстрировать победу своим и выходить из войны по сценарию господина Трампа. Откусить от Украины кусок, объяснить что это победа и заняться зализыванием ран. Ну это прекрасно понимает и Запад и тем и еще лучше понимает Украина. И вот здесь от них очень много зависит. Пожалуй даже больше чем от Владимира Путина. Есть на Западе люди которые хотели бы остановить этот процесс. Такой вот какой он есть. И потом заняться бизнес из южил. Потому что ну да для этого и на всем дорого стоит просто по-разному. Украинцы платят кровью европейцы платят тем что им приходится принимать беженцев и тем что у них растет инфляция и тем что закрываются бизнесы которые благополучно существовали с Россией. Я напомню что у одной Германии было 6000 совместных предприятий в России. А это же налоги это рабочие места это все очень дорогого стоит. И многие люди хотели бы это вернуть. Другой вопрос мне кажется что Запад перешел какой-то рубеж в своем понимании путинской политики и наконец оно стало более понимание стало более меняемым. Понятно что этот человек опасный и понятно что ему уступать опасно. Так что мы сейчас будем видеть следующее. Путину надо продемонстрировать победу и надо создать ощущение у украинского руководства у европейского руководства что он если сейчас эту войну не остановить то Путин пойдет дальше. Должно быть ощущение силы. Поэтому война все очевиднее приводится в информационное пространство. Я думаю что украинцы на это не пойдут. Думаю что на Западе на это не пойдут. Внутри России эту конфетку съедят. Вот если и когда Пригожин или кто-то захватит Бахмут то на два месяца хватит победных разговоров по телевизору и в ботовских информационных сетях. Но всего на два месяца. А через несколько месяцев будут во-первых у Украины новые войска а во-вторых в России новая экономическая ситуация потому что экономика ухудшается быстрее чем ожидалось. В 22 году она ухудшалась медленнее чем ожидалось. А в 23 году быстрее чем ожидалось. За первые два месяца дефицит вырос дефицит бюджета на два с небольшим триллиона рублей при том что на весь год планировалось там около трех. То есть уже две трети годовой годового ожидаемого дефицита бюджета выполнено за два месяца. Это значит что в реальности бюджет недополучит в два может быть в три раза больше чем планировать. Также то же самое будет с ценами на нефть и так далее. Расходы растут а доходы падают. Причем значительно быстрее чем рассчитывали российские экономисты. Так что у Путина будут проблемы на поле боя у Путина будут проблемы на поле экономических достижений. Поэтому ему надо выходить. Но выходить ему надо с выражением победы на лице. Поэтому он так дико важен бахнул. В тактическом плане и стратегическом плане насколько понимаю это не так уж опасно для Украины. Но выровняется эта линия фронта. За эти месяцы там наверняка построили вторую оборонительную линию на 20 10 на 5 километрах глубже западнее этого самого Бахмута. Ничего в стратегическом плане не изменится. Но изменится вот этот вот виртуальный климат. Будут бить в барабаны и говорить что вот мы значит осуществили гигантский великий прорыв. И это очень важно. Этого не надо недооценивать. Так что Путин сейчас бьется за победу в виртуальной войне. После этого он выйдет и скажет ну смотрите мы продвигаемся вперед давайте-ка лучше садиться за стол переговоров и его правила будут простые. вот ДНР ЛНР возможно он будет готов уступить вот те самые территории где уже прошло прошли эти так называемые референдумы то есть кусок Запорожской области кусок Херсовской области но сухопутный коридор в Крым конечно не отдаст вот на этом он будет готов переговариваться готовы ли к этому украинские начальники не знаю и в общем лично я в этом сомневаюсь готовы ли к этому европейские натовские начальники американские начальники тоже не уверен потому что они слишком хорошо понимают что вот уступи Путину сухопутный коридор в Крым и тут на очереди станет Болдова например следующее поэтому мне кажется вот этот конфликт будет продолжаться и будет таким же вот вяло текущим потому что нет реального перевеса фундаментального перевеса ни с той стороны ни с другой пока у Украины не появятся новые средства вооружения ожидать перехода в наступление вряд ли есть основания а у России новых средств вооружения появиться не может могут появиться только старые которые можно купить там в Иране в Северной Корее или произвести на своих заводах так что мне кажется в стратегическом то плане конечно Запад выигрывает вопрос в том на каких условиях где и когда будет проведена новая разграничительная линия граница 91 года граница 23 февраля 22 года это все проблема политического торга зависит от того как украинские власти ощущают свой потенциал людской сколько у них технический денежный сколько у них ресурсов для войны и сколько ресурсов для войны у Путина войны кончаются не потому что они достигли каких-то поставленных целей нет Путин конечно своих целей уже не достиг это понятно но они кончаются потому что иссякают ресурсы у той или у другой страны соответственно та страна у которой ресурсы остались считают себя победившей вот я думаю что украина ресурсы есть воевать Михаил Подоляк который был у нас в эфире не так давно советник главы офиса президента Украины он как раз сказал что конечно их требования это граница 91 года и ни о чем другом речи идти не может но с другой стороны все-таки давление партнеров возможное которое может рискну предположить как-то повлиять на это наши зрители спрашивают дядя Леша спрашивает Анна спросите пожалуйста Дмитрия Борисовича каких дальнейших шагов он ждет от Лукашенко и ждете ли вы каких-то шагов от Лукашенко он кстати довольно резко высказался по поводу Зеленского не буду цитировать но наверное все зрители поняли о чем речь ну понимаете ведь Лукашенко его высказывания значит чрезвычайно мало он его действия важны вот насколько я способен обобщить опыт наблюдения за ним с 94 года кажется он руководит солнечной Белоруссии ну и сделал из нее вполне авторитарно тоталитарную страну которая так и не смогла добиться поставленной больше 10 лет назад господина Лукашенко задача обеспечить средний уровень зарплат выше 500 долларов в то время как к западу в странах Балтии 1000 евро это уже средний уровень давно перейден да есть конечно люди которые получают меньше 1000 евро их немало но речь идет о среднем Белоруссии ровно так же так вот Лукашенко решать задачи улучшения жизни своей территории не может и не собирается он решает задачи удержания власти для этого человека власть это все он может со слезой на глазах вам рассказывать что он за власть не цепляется посиневшими пальцами как он там говорил он вам может рассказывать что он несет Беларусь как хрустальную вазу прижимая ее к сердцу большими крестьянскими мужскими добрыми руками вот все эти сказки он рассказывает и сам в них верит со слезой на глазах но на самом деле это человек который интересуется только властью и только владычеством уйти от власти он не способен поэтому Владимир Путин пытается его подмять под себя уже давно но он думал что он его поаккуратненько будет обжимать посадит его на скажем нефтяной крючок ну и действительно как сам Путин говорил и Медведев говорил и все остальные говорили примерно 5 миллиардов долларов ежегодно Беларусь получала от России в качестве вот льготных цен нефть газ и так далее между нами говоря Беларусь и сейчас получает от России газ по 128 примерно евро за тысячу кубов в то время как в Европе цена около 500 то есть ну в три раза считай дешевле чем в Европе это Лукашенко принимает как должное а в ответ Путин от него ждет подчинение и возвращение в любимую гавань а вот этого Лукашенко не позволит никогда потому что стать губернатором и подчиниться Владимиру Путину для него это гибель он всеми восемью конечностями будет упираться и сопротивляться поэтому когда Путин стал его чморить уж слишком жестко требуя от него участия в войне Лукашенко побежал в Китай он начал искать другого спонсора запасного спонсора и ему даже важен не столько запасной спонсор сам по себе сколько сигнал Путину что не ты один на белом свете если ты не будешь давать мне деньги я у Китая попрошу раньше он этой игрой играл показывая что если Кремль не будет давать то он может получить какую-нибудь суду от Евросоюза и ведь получал и вот так он двух маток сосал по очереди пугает то тех то тех ну сейчас так же ситуация путин хочет чтобы конечно хочет чтобы белорусская армия вступила в войну вместе с Путиным потому что ну это скажем несколько десятков тысяч человек новое оружие и так далее а Лукашенко понимает что его власть висит на штыках или сидит на штыках и если его штыки уходят в подчинение путинских генералов то через полгода Лукашенко не будет потому что этих людей генералов очень быстро перевербуют и объяснят что под Путиным они будут получать в два раза больше погоны у них будут в два раза шире тулья на фуражке будет в два раза выше и жилая площадь будет в четыре раза в шире и тогда Лукашенко будет не на что опереться поэтому своих силовиков под команду путинских генералов он не отдаст никогда это для него форма удержания власти и вот он вертится делает какие-то там заявления как он при Ельцине это делал там выпивал за единство русского и белорусского народа активно разговаривал про там общая государственность где это общая государственность где этот российско-белорусский парламент где все эти согласованные с Ельцином общие черты да нет их и близко нет Лукашенко этим очень увлекался когда он думал что Ельцин старый дурак скоро помрет а он сядет на его место и тогда он очень охотно ездил по России говорил о том что он человек совершенно русский что это вообще единое пространство потому что имел ввиду этим пространством командовать когда пришел молодой агрессивный Путин и Лукашенко стало понятно что взять под себя эту территорию до Владивостока ему никак не светит он занялся белорусской идентичностью он начал развивать формировать какую-то историческую легенду про белорусскую государственность понемножку поддерживать национальные скажем так средства массовой информации и встретил даже в этом понимание со стороны некоторых белорусских демократов потому что они думали ну пусть лучше с Лукашенко лишь бы он поддерживал язык лишь бы он поддерживал такую национальную культуру а Лукашенко в общем без разницы какую идеологию эксплуатировать так же как и Милошевичу было без разницы он сначала эксплуатировал идеологию социализма потом когда она выдохлась перебросился на идеологию национализма у Лукашенко примерно то же самое прошу прощения короче Путин хочет его подмять под себя заставить воевать под своим руководством на это Лукашенко не пойдет он пойдет под Китай он будет договориться с Турцией с кем угодно с Дедом Морозом но ему необходимо сохранить себя как полномочного диктатора вот и вся история так что мне кажется здесь даже спрашивать не о чем воевать на украинскую территорию не пойдет это для него смерть говорить всякие слова про про Зеленского про Украину про Америку про кого угодно еще это за милую душу брань на вороту не виснет он и раньше говорил всякого рода слова и кстати говоря и в адрес России когда у него были сложные отношения с Россией довольно ясно понять что например он Европу Европу Лукашенко своей широкой крестьянской спиной или грудью неважно как он защищает Европу от восточных варваров ну нормально а обращаясь на восток он говорит что вот я опять же своей широкой крестьянской спиной или грудью мы с вами вместе защищали наши земли от агрессии там агрессии со стороны Европы и готовы это продолжать кстати рассказываю о том что его отец погиб на фронтах Великой Отечественной войны вы знаете эту историю при том что он 56 года рождения ну нормально это же все это же все мы проглатываем правда и белорусы проглатывают на куда они денутся ну вот я хочу вас в завершении еще спросить о внутренней внутрироссийских таких разборках поскольку очень много вопросов по этому поводу приходят от наших зрителей фонд борьбы с коррупцией Навального выпустил расследование где фигурирует Алексей Венедиктов и по их заявлениям он якобы брал деньги у Собянина там крупные суммы распил бюджеты и так далее Венедиктов уже опроверг это сказав что он ничего не получал но что скажете вот про эти внутриусобные разборки для чего они нужны вообще сейчас вот в этот период когда казалось бы кажется враг один а вот это самое интересное я абсолютно уверен что Алексей Венедиктов работал с Собяниным и зарабатывал там вполне серьезные деньги он представил вполне правдоподобную схему расходования ну там 680 миллионов на проект большие деньги считайте это 10 миллионов евро но из них 110 ушло на налоги проект большой затратный надо платить огромного количества людей там покупать краску бумагу но это издательский проект серьезный а он довольно убедительно показал что лично он с этого проекта ни копейки не заработал на мой взгляд это не важно потому что речь о другом во первых зачем это делает сторонниками Навального я думаю что сам Навальный на это бы не пошел сейчас со своим социальным опытом чудовищным когда он сидит а его сторонники пошли и это вендетта это вендетта если бы я был сторонником теории Загоров я бы задался вопросом а в чьих интересах гражданин Волков и гражданка Певчих действуют на чью мельницу они льют воду дискредитируя Венедиктова и там рядов других товарищей поскольку я не сторонник теории Загоров я просто понимаю что это такое традиционное сведение счетов отчасти справедливые Венедиктов абсолютно не гений не ангел а те кто занимаются политикой и крупными масштабными делами ангелами не могут быть по определению с моей точки зрения проблема в том что Венедиктов взаимодействовал с Собянином абсолютно не является проблемой правильно действовал что взаимодействовал более того если Собянин абсолют еще больше степени не ангел но насколько я знаю насколько я знаю его окружение вот если бы он допустим был руководителем Российской Федерации то украинской войны бы не было вы можете сколько угодно говорить там про коррупцию еще что-то это справедливо да потому что в путинской модели она путинской модели она построена на принципе коррупционной скупки лояльности если ты лоялен тебе позволяют трудиться в каком-то сладком секторе нефтяном газовом железнодорожном градостроительном управительским и получать оттуда какие-то средства как для себя лично так и что гораздо более важно средства как ресурс для политического маневра но как только ты утрачиваешь лояльность с точки зрения высшего руководства так из сейфа достается папочка в которой очень точно просчитано и прописано где сколько и как у кого-то и взял и кому сколько не вернул и именно по этой технологии посадили Навального по первому делу когда там его прописали вот эту самую торговлю досками в Кировской области с Никитой Белых да там был бизнес и да в этом бизнесе что-то было такое к чему формально можно привязаться и Навальный это прекрасно знал и его сотрудники прекрасно знали и ему выписали тогда 7 лет а потом он между нами говоря нет я не буду рассказывать историю потому что Алексей Анатольевич Навальный яркий талантливый политик не ангел который сейчас сидит в каталажке вот если он выйдет и когда он выйдет из каталажки эту историю можно будет рассказать а сейчас лучше помолчать ну так вот я хочу сказать что группа Собянина взаимодействовала с группой Навального в том числе на выборах 13-го года когда они конкурировали и Венедиктов взаимодействовал с Собянином и взаимодействовал с Навальным и ни тот ни другой не были ангелами с белыми крыльями за спиной и тот и другой до сладных ногтей когда там Навальный занимался разоблачениями еще будучи молодым юристом было понятно что есть люди которых он не трогает потому что он от них питается а как по-другому если ты занимаешься политикой должны быть средства и вот когда там яблоко клейнило Навального за то что он популист и там какие-то там неблаговидные дела да под этим были основания но яблоко лучше было бы помолчать но оно не могло помолчать потому что Навальный был для него сильным оппонентом ровно то же самое происходит сейчас в свое время эхо Москвы при том что сам Венедиктов к Навальному относится без большой любви но оно ему представляло трибуну и благодаря в частности эхо Москвы Навальный тоже мог раскручиваться поэтому то что написано в этом расследовании в основе своей правды и Венедиктов с моей точки зрения вынужден был отвечать и он сейчас рассказывает о том как Навальный там взаимодействовал с группой Альфа например у которой тоже за спиной банк Альфа это Авин и Фридман которые под санкциями сейчас находятся у них тоже спиной много разного от большого ума вот эти люди не имею ввиду в данном случае группу Навального не самого Навального а его соратников открывают этот ящик Пандоры и тут есть другая страна значит когда мы говорим про политиков всегда надо иметь ввиду что политик по определению человек ну как в известном кино сказано люди бывают двух типов одни не способны ни на что а другие способны на все так вот политики это поэтому чрезвычайно важно взаимный контроль сдержка там конкуренция независимые суды и так далее в нормальных условиях в ненормальных условиях заниматься внутренними разборками признак с моей точки зрения глупости при том еще раз хочу сказать что и у меня есть что сказать в адрес Венедиктова и в адрес Навального и в адрес многих других но есть время когда надо это говорить есть время когда лучше воздержаться и теперь другая сторона как это воспринимается общественное мнение еще раз хочу сказать это все-таки крайне примитивная вещь вот люди видят мир в черно-белом и то они вдруг любят этого человека то он что-то сказал или они про него что-то узнали они говорят боже мой какой ужас все расстрелять и вот на самом деле люди особенно в политике многомерные и для меня безумные Навальнисты ну так же жалостны как безумные там путинисты или безумные там венедиктианцы у каждого есть в шкафу свой скелет и взрослые люди это понимают но вот воспитанная в сказочной традиции общественное мнение хочет видеть мир простым вот есть агнцы и вот есть волки нехорошие которые этих барашков кушают сказочное такое мировосприятие Венедиктов не ангел но он и не волк и Навальный не ангел но он и не волк и Явлинский не ангел но не волк и черт возьми Собянин не ангел но тоже не волк и вот это надо бы понимать так что ну что я могу здесь сказать очень жаль очень жаль потому что это отчаяние они ничего не могут сделать с Путиным они ничего не могут сделать с главным врагом они не могут освободить Алексея Анатольевича который уже третий год сидит у меня нет по этому поводу к ним претензий они этого не могут сделать Путин такую модель построил значит хорошо они будут сводить счеты с Навальным или виноват с Венедиктовым с кем угодно еще но иногда лучше пожевать чем говорить что тут скажешь вот еще наши зрители спрашивают раз уж вы упомянули Альфа-группу руководители Альфа-группы вот тут опубликованы в частности Венедиктовым в телеграм-канале подписанты за проведение руководителей руководителей Альфа-группы из европейских санкций в адрес Урсула фон дер Ляйна и Борреля спрашивают почему Дмитрий Борисович не подписался под этим А вы знаете я уже лет 10 стараюсь не подписывать коллективных писем мне кажется это как-то какой-то какой-то пережиток совка я то что я считаю нужным я могу сказать прямо вот как человек не не присоединяюсь к какому-то там коллективу потому что я вообще как бы одинокий волк или я не знаю шакал в зависимости от того как оценивать но я не люблю растворяться в коллективах потому что все вот эти коллективные письма они они же или написаны не тем языком как ты бы написал или там акценты не так расставлены как ты бы сказал ну кроме всего прочего да я знаком с Петром Авином я знаю про него самые разные там высказывания но никогда в жизни я не получал ничего и у меня мысли такой не было и необходимости в этом не было а те кому он помогал а он помогал он тоже совершенно не ангел ну простите ну совсем-совсем-совсем не ангел но он многим помогал и те кому он помогал считают долгом чести его поддержать в трудный момент в трудный момент и я их понимаю неправильно делают но вот можно без меня вот я не знаю правильная эта позиция или неправильная но я не хочу растворяться ни в каком коллективе и не принадлежать никакой партии уже я уже старый могу позволить себе роскошь быть независимым политологом что хочу то и говорю хотя я знаю что найдется умное большое количество умных людей которые скажут что мне платят в госдепе ну и так далее нет не платят я слишком дорого для этого стою может быть а может дешево не знаю ну в общем короче говоря моя свобода для меня и возможность высказывать свою точку зрения дороже всего пока и у меня нет к счастью необходимости ее продавать и кого-то там обслуживать в любой момент я скажу могу сказать извините меня это не устраивает до свидания я пошел на рынок редиской торговать ну что ж спасибо за вашу позицию вот кстати наши зрители пишут Орешкину респект ну что ж на этом мы можем подвести итог нашего эфира спасибо что сегодня присоединились к нам спасибо вам удачи вам всем Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи политолог и политический географ отпускаем нашего гостя ну а мы уже переходим к финальной части нашего эфира интерактивной части но будем постепенно с вами прощаться конечно не игнорируя перекличку поскольку традиции мы не изменяем и я напишу старт но прежде чем точнее я сейчас буду параллельно это делать но прежде чем это сделаю также призову вас подписаться на наш телеграм-канал и хочу поблагодарить он закреплен кстати ссылка в описании поэтому кто-то вот не респект выражает кто-то респект спасибо за интересную беседу ну вот по-разному оценивают тем не менее позиция Дмитрия Борисовича по-моему ясна и прозрачна как мне кажется здесь наш телеграм-канал подписывайтесь обязательно становитесь спонсорами и вот здесь был наш новый спонсор наша зрительница к сожалению ушел вверх уже Валентина мне кажется ее звали и да ее спонсорство уже ушло вверх и растворилось сейчас при этом она осталась нашим спонсором приветствуем Валентину и присоединяйтесь тоже становитесь спонсорами игре это помогает нам развиваться расти мы работаем благодаря вашей поддержке и также поддерживайте канал донатом с помощью Paypal значок доллара есть в чате и так далее ну и что касается того что вы можете также и наш мерч приобрести у нас тоже есть есть такие возможности грэм шоп заходите к сожалению вот кружка у меня здесь была но она куда-то исчезла видимо осталась за пределами моей студийной части здесь но кружка да и у нас все есть и мерчи и мерчи на толстовках заказывайте если готовы таким образом тоже присоединиться к грэму good luck написал наш зритель good luck и перевел нам 4 евро спасибо вам за эту поддержку присоединяйтесь поддерживайте таким образом грэм с помощью донат это помогает нам еще раз повторюсь быть ближе к вам быть чаще с вами и быть еще оперативнее чем мы есть хотя мы стараемся быть оперативными по максимуму если уж не в эфире то в нашем телеграм-канале ссылка на который уже несколько раз закреплена в чате и тем временем города и страны вот уже идут итак сейчас я найду начало ну вот у меня а вот старт спасибо Дмитрию Орешкину и спасибо Анне за интересную беседу Санкт-Петербург Михаил I Янтарный край Северный Кавказ Гродно сегодня кто-то дизлайк Орешкину поставил написал чайки Москва Стамбул уходим здесь на антивоенные митинги Орешкину не респект написал привет из Белграда Санкт-Петербург Краснодар Пятигорск беседа интересная была Винни Пухон смешил Орешкин мой краш так-так-так-так-так Орешкин мой краш большой респект привет из Ижевска Одесса Украина с нами сегодня Кёнинсберг и привет из Красногорска с нами сегодня Истра Интересно где находится Истра я знаю деревню Искра она находится в Омской области и у меня родственники оттуда ну да там долгая история ну конечно уже сейчас там никто не живет из моих родственников там в принципе уже деревня она уже по-моему превратилась просто в какое-то совершенно богооставленное место но при этом с ней много что связано еще раз респект в моей семье конечно еще раз респект Орешкину и Анне Кишинев также с нами сегодня Тульская область Узловая так и также Петербург Днепр Тверь Германия с нами сегодня Ульм здравствуйте и будьте счастливы прекрасные пожелания привет из Сургута сегодня ночью минус 32 кстати да в Сургуте холодно и в Нижневартовске холодно и там сегодня происходили какие-то крайне тревожные события я думаю что наши зрительницы и зрительницы вообще из Кантематистского автономного округа понимают о чем речь в нашем телеграм-канале была информация но благо там все кажется закончилось ну благополучно в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона по прохожим информация появилась вот в телеграм-канале осторожно новости и вообще официальные источники об этом сообщали он удерживал ребенка у себя в квартире есть данные я не знаю честно говоря насколько это подтвержденная история вероятно что это такие вот информация которая в социальных сетях появилась что мужчину уволили за пьянку на работе и он таким образом решил отомстить но это я еще раз повторюсь только предположение при этом удалось освободить ребенка и договориться с преступником его задержали как сообщают специальные службы так закончилась эта история но это было конечно так очень нервно я думаю и для жителей Нижневартовска да и в целом говоря о том когда есть маленький заложник это особенно щемящее чувство вызывает да ну вот это вот комментарий к Сургуту Подмосковье приветствую вас Екатеринбург Истра находится за Красногорском а так это получается за Красногорском значит Московская область Истра правильно же я понимаю Воронеж Истра Московская область написала Андрей вот видите Тбилиси Истра небольшой городок Подмосковье написала Елена да видите я про деревню Искра говорю кто-нибудь знает эту деревню кстати Искра это Омская область записала про так Можайск с нами сегодня из страны Севера Подмосковья хеллоу привет Кривой Рог Москва Франкфурт с нами сегодня в воздухе над Липецком сегодня утром были слышны взрывы люди очень напуганы видите сейчас вообще города России в целом они регулярно бывают атакованы беспилотниками внутренние ли это истории или какие-то другие сказать сложно но в любом случае это есть опасность существует и не зря там везде уже ПВО там Подмосковье судя по всему тоже ну по некоторым данным расставляют системы потому что боятся поскольку ведь не исключено что эти территории будут затронуты в ходе вот того вторжения которое Россия осуществила и так Ванкувер с нами сегодня тоже истро ударение а ну простите истро видите не так немножко тут Диза не нужно ставить Орешкин был в чем-то прав а в чем-то не прав все это увидели Диз канал Игранул Грэм не нужно Игранул Грэм молодцы спасибо Чеширский кот мы стараемся ну мы стараемся палитру мнений представлять для вас чтобы вы могли анализировать самостоятельно а не так что мы вот навязываем вам какую-то точку зрения мы к нашим гостям относимся доброжелательно да у нас редко когда бывают прям такие жесткие хард толки мы стараемся как раз таки собеседника вот так вот раскрывать точку зрения с помощью доверительного диалога и это наша позиция позиция нашего канала поэтому в данном случае мы просто хотим чтобы вы сами могли анализировать и сами могли в чем-то не соглашаться где-то спорить критикуйте пожалуйста это все можно делать у нас на канале никто нас не цензурирует просто я как раз увидела респект Орешкину решил его зачитать а вот не респект появился уже после был бы не респект я бы и не респект тоже зачитала Николай Л перевел нам тем временем почти 2 евро благодарим вас за эту поддержку и сердце нам прислал спасибо это очень так символично сегодня вообще да и вчера наверное было символично для кого-то кто отмечал 8 марта да сегодня 9 марта вас тоже можем поздравить и с этим днем тогда потому что мы кстати пост не поставили в наш телеграм-канал мы не поставили пост поздравления с 8 марта может быть с 9 марта поздравим сегодня женщин да и мужчин почему бы нет немножко отойдем от этого тренда кстати который кстати уже возможно и не стал трендом поскольку многие этот праздник не отмечают и вчера вообще такая большая дискуссия тоже об этом развернулась надо ли отмечать этот праздник в контексте всего того что происходит ну почему бы не оказать знак внимания тем женщинам которые сейчас находятся в том числе и в Украине которые сейчас совершают подвиги и в том числе и тем женщинам которые совершают подвиги не будучи в Украине но например находясь где-то за пределами работая и помогая каким-то образом и Украине если мы говорим вот в контексте тех событий которые происходят Да и вообще в целом, мне кажется, лишний повод для того, чтобы просто проявить какое-то внимание в наше время таких сдержанных эмоций и в чем-то отсутствия, может быть, какой-то эмпатии лишней. Это хороший повод, ничего здесь плохого не вижу. На крышу одного здания Москва-Сити с вертолета что-то доставили, но это уже, видимо, там уже внутренние такие московские чаты, возможно, об этом сообщают, и наши зрители тоже пишут. Навальный борет с властью, и за это и страдает, Венедиктов мутный. Ну, вам решать, конечно, Венедиктов у нас тоже бывает в эфире, возможно, у нас и появится Навальный когда-нибудь в эфире, будем ждать Алексея Навального, когда он освободится. И мы до этого, когда Алексей Навальный еще был на свободе, мы пытались, кстати, с ним связаться, и с его командой они не очень контактные в этом смысле. Но, может быть, получится. Не буду ставить пока что точку в этих переговорах. Тамбов Орешкин сегодня вилял, считает наша зрительница Екатерина. Ну что ж, и Винни-Пух присоединился к нам тоже. Простите, пишет, не могу вам послать 2 евро. Ну, ничего страшного, вы можете нас поддерживать с помощью лайков, и если не можете послать 2 евро, можете распространять контент, который мы делаем, это тоже помогает нам. Но, в целом, если у вас есть возможность поддержать Грэм, то сделайте это. Орешкину респект, а Грэму сразу 2 лайка. Кстати, если 2 лайка поставите, то, получается, вы поставите, и вы уберете. И тогда лайков будет 0. Поэтому лучше 1 поставьте. Будет так эффективнее. Ну что ж, меня зовут Анна Лейтлинг-Григорьева. На сегодня я прощаюсь с вами, но при этом не говорю вам надолго. До свидания, мы уже совсем скоро увидимся. У нас сегодня тоже большой эфирный день, активный день, и по записям интервью в том числе. Будем надеяться, что все получится. Еще раз призываю вас подписаться на наш телеграм-канал. Вот там сейчас 39 174 подписчика. Давайте увеличим это количество, пока мы еще здесь, и когда эфир завершится. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если еще не подписались. Там вся оперативная информация, проверенная информация о том, что происходит. И всегда мы стараемся ее, конечно, анализировать. И в случае того, что если что-то происходит, что нам не ясно, мы стараемся сразу брать комментарии экспертов для того, чтобы разъяснить как-то то, что стало известно. И вот пишет Леди Гага, спасибо, Анечка, и Чешевский код поздравляет меня с 8 марта, хотя сегодня 9. Ну, это все очень приятно. Спасибо вам. Пока что прощаюсь. Пока Аннушка написал. Да, ну что ж, Винни-Пух тоже посылает цветы. Спасибо вам, и всего доброго. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok